Утром подписчикам и гостям. Я Джетли, и я в первый раз за пару лет выбралась на балкон. У меня тут система кукиш, а ещё булка, которая громит всё, что не на балконе. Булка отчаянно рвётся ко мне, но я её не пускаю. Надеюсь, хотя бы так будет чуть получше видно меня. Потому что тут солнышко, тут хорошее освещение. Я сегодня рано проснулась. Специально для того, чтобы снять видео. Да ладно, не специально, конечно. Я ехала с важных дел. Это пробное видео на фотокамеру, на которую я делаю фоточки для своего магазинчика и вообще для всего. Как вы видите, на балконе у меня всё плохо. Это не мои проблемы. Ладно. Я честно боюсь тут что-либо исправлять, потому что, скорее всего, придётся переделывать балкон. А у меня на это нет никаких средств и нет никакого желания. Так, окей. Вы хотели видео с прогулочкой и вы хотели видео по поводу того, что у нас творится, собственно говоря, из-за коронавируса, из-за карантина. Ну, народу стало чуть поменьше, но всё остаётся абсолютно таким же, каким и было. Тут дико шумно. Я пытаюсь поймать солнышко своим лицом. Я не знаю, удаётся у меня или нет, потому что я не вижу камеры. Точнее, нет, камеру вижу, зеркало не вижу, которое за ней стоит. У нас на полках нет гречки, сахара нет. Туалетной бумаги, кстати, достаточно, потому что её, видимо, как-то очень быстро штампует, подводит. И всё просто замечательно. Короче говоря, коронавирус особо сильно не повлиял. Единственное, что меня возмущает, то что в аптеках закончилось всё спиртосодержащее. У нас во дворе музыку слушают, там ребята. Погода потрясная, кстати, просто. Я не могу понять людей, которые сейчас выбрали самоизоляцию. Потому что весна, весна погода замечательная, сногсшибательная. Завтра будет тепло. И это здорово. Я люблю весну. Крыша у меня, кстати, воно едет. И по весне это, несомненно, победа. Я так и не сходила к врачу за эти два месяца. Мне страшно, что он мне скажет. Если вы не против, я сделаю вот так. У меня тут лестница. Стремяночка. Стремяночка. Да ладно. Пропали маски, пропали респираторы. Теперь я не знаю, как работать со всякой пыльной субстанцией. Придётся пользоваться противогазами. С упоксидкой нельзя работать без респиратора. С латексом лучше не работать без респиратора. Много всего, с чем лучше без респиратора не работать. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Собственно говоря, кстати, вас эти маски особо не спасут. Вас спасут они только если вы заболели. Они обычно спасают пациента от врача, от того, что он там чихнёт, и у вас сопли разлетятся по всему кабинету просто. Спасают, да, от дыхания, от вот этих вот мелких всяких плевков в процессе разговора. А так от вируса не спасают. Потому что нужно, чтобы были защищены слизистые, нужно, чтобы были защищены руки, нужно было, ну, чтобы были защищены, в общем, дыхательные пути. То есть вам как минимум нужно, ну ужин, простите, маска вам не поможет. Нужен респиратор и очки, которые прилегают к лицу. Ну и перчаточки. Всё, как бы. Тут я могу сказать, что не дезинформирую, потому что у меня есть знакомые, которые работают врачами, которые учатся на враче и работают врачами уже. И, ну, как бы они это говорят. Вот, это не я говорю, это не мои домыслы, это сугубо просто пересказывание того, что мне сказали врачи. Из-за вот этого дефицита масок как раз может не хватить фельдшером масок. То есть это нездорово. Но этот дефицит масок периодически бывает, и не только из-за коронавируса он был. При других каких-то гриппах был. Помню, когда вот был взрыв, типа, свиного гриппа, тоже всё это было. Так что я не паникую. Не самоизолируюсь. Изолируюсь. Наверное, это нехорошо, но мне нужно работать. Из дома сейчас, ну, блин, не очень хорошо получается работать. Я, конечно, делаю это, но мне нужно больше денег. Поэтому приходится без самоизоляции, в общем, обходиться. Ну, собственно говоря, наверное, это всё, что я вам пока могу сказать. Как только я смогу выползти на прогулочку какую-нибудь, более интересную, чем просто пройтись по улице. Можно на что-нибудь вечернее или ещё что-нибудь. В общем, как только, так сразу я сниму вам видео. И, может быть, сниму кулинарные извращения, если у меня до этого руки дойдут. Потому что, наконец-то, я могу нормально готовить. Ну, в плане того, что, наконец-то, нормальная кухня есть в моём распоряжении. И продукты. Вот. Этому человеку просто отдельное спасибо. Просто огромное спасибо. Если что, мне не купили новую кухню. Я просто езжу готовить в другое место. Как вам шум на заднем фоне, на заднем плане? Типа, я сейчас без микрофона, без всего. Так что, я надеюсь, что звук нормально запишется. И мне не придётся всё это перезаписывать. Ладно. Я надеюсь, что у вас всё хорошо. Что вы соблюдаете правила гигиены. Потому что правила гигиены вас спасут немножко больше, чем эти масочки. Вот. И всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.